Это Вести Хакасия на канале Россия 24. В ближайшие 10 минут мы расскажем о самых главных событиях в регионе. В студии Елена Крылова. Здравствуйте. На озере Белё в этом году будет тихо и безопасно. На заседании Кабинета Министров Виктор Зимин отметил, что в этом пляжном сезоне маломерным судам на уникальном водоеме не место. Какие еще вопросы сегодня обсуждали с правительством в материале Олеси Калиниченко. Несмотря на довольно прохладное лето, в правительстве республики сегодня говорили о подготовке к пляжному сезону. Речь шла о безопасности на воде. В прошлом году только за первый летний месяц утонуло 15 человек. Это стало поводом для создания дополнительных общественно-спасательных постов. Там, где они работали, несчастных случаев больше не было. Учитывая положительный опыт, в этом году количество общественных спасотрядов решено увеличить до 16. Под пристальным вниманием в этом сезоне Ширинский район – любимое место отдыха гостей и жителей республики. Благодарю за активную позицию Министерства природных ресурсов и экологии, которая выступила с инициативой по ограничению использования маломерных судов на озере Белё. Речь идет как о безопасности отдыхающих, так и о снижении экологической нагрузки на уникальный водоем. Также Виктор Зимин рассказал о результатах рабочей поездки в Республику Беларусь. На встрече с президентом Александром Лукашенко была достигнута договоренность о поставках в Хакасию техники на выгодных условиях. Речь идет не только о традиционных сельскохозяйственных машинах. Белорусские производители предлагают технику для горнодобывающей и лесозаготовительной отраслей. Белорусские партнеры готовы снизить для нас отпускную цену на 10-15%. Во-вторых, взять на себя расходы по погашению процентной ставки, если техника будет приобретаться в кредит. В-третьих, они готовы рассмотреть варианты рассрочки платежей. Помимо экономического сотрудничества с Белоруссией, был заключен договор и о культурном партнерстве. Сразу после проведения Международного историко-культурного форума начнется подготовка проведения Дней Хакасии в Белоруссии. Ожидается и ответный визит братьев-славян в нашу республику. Олеся Калинченко, Антон Михайлов, Вести, Хакасия. Виктор Зимин с сегодняшнего дня официально выступает в качестве кандидата на должность главы республики. Процедура подачи пакета документов заняла всего несколько минут. Финальные подписи поставили представители избиркома и временно исполняющие обязанности главы Хакасии. Теперь кандидат имеет право открыть избирательный счет и приступить к сбору подписей. В частности, необходимо заручиться поддержкой 126 человек – депутатов и глав муниципальных образований. Когда документы эти будут собраны, не ранее 9 июля, не позднее 24 июля, документы должны быть сданы на регистрацию. После этого комиссия проверит порядок выдвижения регистрации, зарегистрирует кандидата и кандидат может начинать полноценную избирательную кампанию. Стоит отметить, что 26 июня – финальный день подачи документов на выдвижение на должность главы республики. Пока в списке кандидатов три человека. Помимо Виктора Зимина – это Владимир Быков и Виктор Соболев. Сегодня подвел итоги работы пятого созыва Верховного Совета Хакасии председатель республиканского парламента Владимир Штыгашев. Он подчеркнул, что большинство законопроектов, принятых за последние четыре года, носили социальный характер. Вот и всегда действительно такие законы принимались, но когда почти половина этих законов на эту тему, это говорит о том, что у нас действительно была именно направленная социальная политика улучшения прежде всего тех слоев, которые нуждаются в поддержке. Но и серьезно нужно было повысить оплату труда прежде всего в здравоохранении, в образовании, в культуре, в других отраслях. И это нам кое в чем удалось. Сказать, что мы тут все уже сделали, здорово. Я думаю, что огромная работа предстоит в будущем. Завтра парламентарии проведут завершающую сессию. Повестка включает в себя 26 вопросов. Однако Владимир Штыгашев подчеркнул, что работа депутатов на этом не заканчивается. Они будут исполнять свои обязанности вплоть до избрания нового созыва. Комплексная медицинская бригада выехала в Бейский район для обследования жителей. Выездные приемы медики Республиканской клинической и офтальмологической больницы проводят регулярно. Так реализуется программа «Старшее поколение». Пройти медицинское обследование получили возможность жители деревни Красный Катамар. В ней проживает около 200 жителей. С подробностями Виктор Лушников. В деревне Красный Катамар всего 85 жителей. Из объектов социальной инфраструктуры есть только сельский клуб. Здесь с помощью ширмы столов организовали несколько медицинских кабинетов. Как в любой поликлинике, от пациентов требуют паспорт и полис и отправляют на обследование. Делают развернутый анализ крови, обязательно снимают кардиограмму, проводят ультразвуковую диагностику. Аппарат специальный, переносной. Разработан как раз для проведения выездных обследований. Почаще приезжали бы ты-то лучше, а так-то в больнице. Ты там не пройти же ничего. Стоишь, стоишь, в другой раз и уедешь так. Ну здесь хорошо придумали. Мы раз всех прошли и все. Нормально. Я сроду не бываю в больнице, но сегодня благодарю Господа Бога и всех, кто это послал вас сюда. Приоткроем врачебную тайну. К счастью, никаких новых патологий у пенсионеров из Красного Катамара не обнаружили. Все болезни им известны, но врачи из республиканской больницы дают квалифицированные консультации. В основном это люди пожилые, то есть контингент хроников идет. Но, конечно, вот сегодня из вновь примитых мы видим обострение каких-то хронических заболеваний, которые тут были как бы не своевременно выявлены, они затягиваются. Есть люди, которые плохо-плохо коррегированным давлением, каким-то нужно срочно в связи, например, с ухудшением на сегодня этой болезни, какое-то дообследовать. Нужна корректировка лечения. Практически все пациенты ушли от кардиолога со списком рекомендаций по применению более современных препаратов. Врач-офтальмолог, кроме осмотра, может еще и выписать рецепт для новых очков. Чтобы попасть на прием к шести врачам узких специальностей в городской или районной поликлинике, потребуется не один день. Жители Красного Катамара прошли такое комплексное медицинское обследование всего за полтора-два часа. До конца года медики ожидают поступления еще двух мобильных поликлиник, уже для проведения всеобщей диспансеризации в удаленных селах. 17 миллионов рублей на эти цели запланированы в программе модернизации здравоохранения. Виктор Лушников, Антон Новожилов, Вести Хакасия. На Саино-Шушенской ГЭС с сегодняшнего дня начинается холостой сброс воды. Через береговой водосброс планируется пропускать до 2000 кубометров в секунду. Таким образом, суммарный расход увеличится до 4300 кубометров. В связи с этим возможно повышение уровня воды в реке Енисей, в районе дачных обществ Подсинее и Калягинские холмы. Пенсионный фонд России отказался от рассылки писем счастья. Это позволит сэкономить несколько миллиардов рублей самих вкладчиков. Письма с извещениями о состоянии пенсионных накоплений ежегодно получали около 80 миллионов граждан. В Хакасии – 315 тысяч человек. Нередко письма оставались невостребованными. Так что пенсионный фонд решил прекратить рассылку. Теперь информацию о своих накоплениях можно узнать на сайте госуслуг. А те, кто не могут воспользоваться компьютером, могут запросить выписку в управлении пенсионного фонда по месту жительства. Записаться к врачу жителям Хакасии стало проще. В республике открылся колл-центр Министерства здравоохранения. Чтобы попасть на прием, достаточно позвонить по единому номеру, который сейчас на экране. Выбрать нужного специалиста и наиболее удобное время для посещения медучреждения. Единый колл-центр работает с 8 до 17 часов, как и обычная регистратура. Перечень специалистов будет расширяться, а пока запись доступна для терапевта, акушера-гинеколога, врача общей практики, педиатра и стоматолога. Этот список уже пополнился врачом-хирургом. Добавим, что наряду с колл-центром продолжают действовать и другие способы записи к врачу. Через регистратуру и на сайте Министерства здравоохранения. В Абакане откроется выставка музея имени Бахрушина. Уникальные экспонаты столичного хранилища мировой истории ненадолго станут доступны жителям Хакасии. Одними из первых к большому искусству прикоснулись журналисты. Подбирая экспонаты для Хакасии, сотрудники Государственного театрального музея имени Бахрушина руководствовались одним словом – шедевры. Из каждого фонда понемногу всего более ста экспонатов. Это живопись, книги, фотографии с автографами известных актеров, балерин, писателей прошлого. Афиши, сценические костюмы, которые отражают историю развития не только русского театра, но и искусства в целом. Есть произведения художников с мировыми именами – Врубель, Репин, Коровин. У некоторых работ автор неизвестен, но с точки зрения истории они бесценны. Среди них есть тоже жемчужины. И одна из них – это, несомненно, миниатюра неизвестного художника, в которой запечатлена Авдотья Истомина, балерина пушкинской эпохи, воспетая Александром Сергеевичем Пушкиным в его знаменитом романе в стихах Евгений Онегин. Чтобы разместить экспозицию московских гостей, сотрудникам Краевического музея пришлось кардинально изменить зал археологии. Практически все стены пришлось задрапировать и заказать специальные крепления, которые выдержат живописные полотна в человеческий рост. Экспозиционное решение таково, что они выглядят как шедевры. Окружение нисколько их не упрощает, а наоборот подчеркивает как оправа, подчеркивает бриллиант. Мы постарались создать эту оправу, я думаю, что у нас это получилось. Коллеги из соседней республики привезли выставку «Традиции, культура и быт тувинцев». Всего более 300 экспонатов. Их разместили в зале, где широко представлена культура хакасского народа. Так что у посетителей будет уникальная возможность сравнить национальные мотивы двух республик, у которых много общего, но и достаточно индивидуального. Откроются обе экспозиции 26 июня в Национальном Краевическом музее имени Кызласова. Напоминаю, что наши новости вы можете смотреть и в интернете. Адрес сайта нашей телекомпании – вести.дефис.хакасия.рф. На этом наш выпуск завершен. Берегите себя. Субтитры создавал DimaTorzok